Пенсию мне дал президент 216, что ли. Пенсия небольшая. Таджикистан Мне тогда было 32 года, что ли, или 33, когда я приехал в Таджикистан. Понравилась женщина. Провезла сюда. Ну, она здесь на текстиле работала. Короче, зарядицей была. Антонина Владимировна Румянцева с Иваново. Город Иваново весь. Вот с оттуда. Она с сорокого года, на пять лет моложе меня. Жена умерла в прошлом году. Три месяца не дожила, чтобы 80 лет было. Под себя когда... года два она ходила. Вот, смотрите, зима. Она обмочилась, ее вытаскиваешь все с нее, понимаете? Мокрое. Вот. И нужно же... эти же вещи не выбросишь, надо же стирать. А это холодная вода. Зимой. И на это вешал. Тяжело было мне. Ну, что сделаешь. Президент, он там 2100 с ОМОН дал. За погребальными. Ну, за погребальными я бегал. Я уже говорю, не надо, мне эти деньги... Надоело столько бегать, столько... Это чиновники, туда сходи, туда съезди. И везде берут, везде берут. Короче говоря... Проживу я с ней нормально. Все хорошо. Все нормально. Здесь я живу с 70-го года. Вот здесь, в общежитии. Общежитие ей давали. Две комнаты этот. И проходной коридор, и кухня. Вот это проход, вот это вот туда, в туалет. Вот. Это вот кухня. Уже ремонтировать надо все. Вот на этой вот варю, вот на этой плите. Вот блинчики уже могу печь, пирожки могу печь, лепешку могу спечь. Ну, все нормально. По-моему, все законно. Вот вода, все есть. Все нормально. Живу нормально, пойдем. Я все люблю. Что вкусно, я все люблю. Что захочется, я покупаю. Ну, не хватает, но... Когда я вчера ходил, гречку купил. Тринадцать самон отдал. Гречку. И, по-моему, булку хлеба купил. Ну, что необходимо мне. Хотел взять бобы. 16 самон просит за килограмм. Давно в общежитии в этом живу. Ну, если считать с 70-го года, вот 50 лет, да, где-то примерно. Здесь был интернационал. Здесь кого только не было. И грузины, и армяне. Осетин жило много. Татары были. Всякие люди были. Потом все разбежали. Ну, война же была гражданская у нас в Таджикистане. Вы же знаете. Война и шла серьезная. Кто-то, кого-то убили. Кто-то остался. Кто-то убежал. Я остался. Ну, откровенно говоря, я с Таджиками хорошо жил. Меня никто не обижал. Въезд закрывается. Дверь, все. Дверь, правда, разбитая, старая. Я же вам говорил, говорю, вот эти подростки, они камни кидают, понимаешь? И вот я ему говорю, почему ты не учишься, говорю. Все, говорю, для тебя все сделано, говорю. Как надо, действительно, говорю. Ходи, учись. Это не воспитывает детей, понимаешь? Не воспитывает. Он обозленный. У меня болеть, почки вон болят. Вот и печень. И, по-моему, поджелудочная железа еще. К врачу я уже боюсь ходить. Вот в эту поликлинику пошел. Заболел вот грипп или еще. Я говорю, наверное, грипп у меня. Он там написал, хай, лекарства написал, в общем, на 70 или на 80. Сам он. Хай я отдал, это начал колоться все, прокололся. Вот. Потом он мне говорит, давай, говорит, этот, доктор. Давай, говорит, еще. Я говорю, нет, говорю, друг мой. Я все время, каждый год я ездил к брату горячий ключ. Тогда сколько? 60 рублей, да, билет? 64. Самолет. Сел спокойно. Не то, что сейчас вот бегает. Я тебя обману, ты меня обманешь. Тогда сел, покормят тебя. Привезут на место, как надо. Вот. Я каждый год туда ездил. Отдыхал. Время неплохо проводил. Здесь отдыхали люди, вот в Каратах этот. Здесь приезжали, туристов много было. У нас все зелень была. Весь город был в зелени. В Москву смотрю. В Таджикистан смотрю. Часто президент выступает, ругает. Все время этих чиновников гоняет. Они все молчат. Когда человек у чужого, и он видит, что там Махмуд кушает, а этот нет. Поэтому такое зло. А чего не хватает? Ну, не умирает же с голоду. Как скажешь? Одет ее. А жизнь, конечно, сложная у нас. Очень сложная. Но человек живет же с надеждой. Если мы вместе будем, друг друга будем уважать, понимать, у нас другая жизнь будет. Самое главное, чтобы вот эта душа не была черна у людей. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok